Величать молодых в первый день их совместной жизни – давняя русская традиция. Считалось, что этот обряд призван защитить жениха и невесту от темных сил и помочь им создать крепкий семейный союз, а также служит символом перехода к новой жизни. Девушка совершала не только горизонтальный переход, переходя из одного дома в другой, она совершала еще и переход вертикальный из одного состояния в другой, то есть она переставала быть девушкой, становилась женщиной, приобретались новые какие-то права, новые какие-то обязанности, она меняла все. Вот этот переход обязательно должен был защититься вот этим обрядом, это как, знаете, шов закрыть вышивкой богатой. Очень значимый день, волнительный, тревожный. Какую-то тревогу, но вместе с тем ощущение, что все будет хорошо. Это самый главный день в нашей жизни. Фестиваль национальных свадеб проходит в регионе ежегодно, на этот раз он объединяет 167 пар. Красочные костюмы, народные обряды, песни и танцы в этот день новые семьи создаются с национальным колоритом. Сегодня женятся русские, казахи и чуваши. В Самаре свадьбы по народным традициям играют не только в дни фестиваля. Когда у молодоженов есть предпочтение провести или обряд национальный, или же чтобы это была какая-то изюминка на самой государственной регистрации, заключение брака, безусловно, их мнение всегда учитывается. И я еще раз говорю, стараемся подойти индивидуально к каждой паре. Не только увидеть яркую свадьбу, но и познакомиться с культурой народов, проживающих в регионе. Одновременно с красочными церемониями работает выставка национальных головных уборов, которые можно примерить. Девочек головной убор отличается тем, что уже купол вверх, называется тухья. Это до замужества девушки одевали. Когда уже замуж выходишь, на второй день обязательно свекровь одевает невестный такой головной убор. По соседству с выставкой мастер-классы по плетению изделий из деревянных прутиков, гончарному делу и ткачеству. На Руси к замужеству девушки готовились заранее, сами ткали себе приданные. В том числе вот такие пояса. Их носили всегда и везде, а на свадьбу делали только самые яркие и красивые. Техника старинная, бердо и челнок. Работа очень кропотливая, все по каждой ниточке нужно затягивать, это занимало много времени. Это сейчас у меня полотно очень узкое, оно могло быть в разы шире. Кроме Самары, фестиваль национальных свадеб приняли в Тольятти. Организаторы уверены, для региона, где проживают более полутора сотен народов, важно показать красоту и богатство традиций каждого из них. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.